Мы все-таки будем, говоря о использовании баз данных в своей работе, мы будем уже опираться на, скажем так, на то, что журналы уже есть в системе. Ну вот мы говорим о том, что журнал, у журналов должна быть некая стратегия развития журнала и, наверное, чтобы понять, как бы хороша стратегия или нет, нужно понимать, что, значит, возможно, это, скажем так, будет более понятно с противоположной точки зрения, с пониманием того, а что такое недостаточное развитие журнала. Ну, вы видите, в первую очередь это когда нет заявок, когда вы не можете сформировать портфель на очередной выпуск публикаций. И если это статьи, которые вы получаете, они не соответствуют тематике и целям вашего журнала. Если статьи, которые подаются, темы, которые в них описываются, не являются актуальными и интересными для международного научного сообщества. Если большинство ваших авторов это некий стабильный круг авторов, который не меняется, не ратируется, и это в основном авторы из одной организации страны. И, как я уже сказала, журналист знает ограниченный круг часто публикующихся ученых. Это тоже говорит о неком, я бы сказала, застойном периоде журнала. Из-за отсутствия притока рецензентам текущим экспертам приходится направлять непрофильные рукописи на рецензирование. То есть мы говорим о том, что у вас законсервирован и пул рецензентов, что тоже не очень хорошо. На самом деле, кстати, редколлегия с какой-то периодичностью должна ротироваться и должна меняться. Ну, знаете, есть такое, мне не очень нравится это слово, должен быть приток свежей крови. Простите за такое, точнее, за это выражение, но тем не менее, одни и те же люди с одними и те же, ну, как бы со своими, особенно утвердившимися взглядами, к сожалению, могут привести к застойному периоду. Поэтому что-то новое всегда должно быть, или это должны быть люди, пусть даже, да, возглавляющие журнал, но постоянно вносящие какие-то изменения, я бы сказала, не то, что изменения, а или постоянно следящие за вот этими свежими веяниями. То есть что-то всегда должно быть в процессе новое. Кроме того, публикуемая работа не привлекает внимания читательской аудитории, и об этом свидетельствует то, что статьи остаются нецитируемыми или имеют низкую цитируемость. Как это все выражается, вот эти недостатки, да, некие отсутствие, да, лучше сказать, развития журнала, как, в каких цифрах, в каких фактах это выражается. То есть объем публикуемых работ и доля принимаемых работ от поданных. То есть на самом деле это и есть тот самый пустой портфель заявок, да. Размытая тематика журнала. Здесь мы говорим, то есть доказательство этого может служить, что, например, журнал не виден в результатах запросов по ключевым словам. То есть когда ученый ищет по ключевым словам, контент журнала не попадает в поле найденных поисковых запросов. Я не говорю о базе данных Scopus или Web of Science. Даже по Google или по, если журнал индексируется в e-library, даже по e-library. То есть в тех системах, где индексируется журнал. Не актуальная тема исследования. Процентиль актуальности тематик, он очень низкий. Но это в большей степени касается журналов, которые уже индексируются в Scopus. Поэтому мы можем говорить о процентиле актуальности. Я сегодня обращу на это внимание. Домашний журнал. То есть вот с самого начала говорю о том, что редакция должна четко знать, кто на сегодняшний день является ее авторами и читателями, особенно авторами. География авторов, аффиляции. Какой процент авторов у вас из Российской Федерации? Какой процент авторов из вашей организации? Какой процент зарубежных за последние 12 выпусков? Эти цифры у вас должны быть, скажем так, вы должны их четко отслеживать. Причем, опять-таки, если у вас здоровые амбиции расти, расширяться в международном пространстве, вы должны ставить цели, что, например, если сейчас за последние 12 выпусков у вас там только 5% зарубежных авторов публикаций, поставьте себе на следующий год цель 10% сделать, достичь. Это реальные цели, но, по крайней мере, вы хотя бы их идентифицируете и сфокусируетесь на них, и не будете разбрасываться, скажем так, на другие какие-то вопросы, но это будет цель, над которой вы будете, по крайней мере, будете работать, признать или обозначить цель уже полдела. Далее, уровень самоцитирования. Знаете ли вы, как цитируется ваш журнал в разных системах? В том же e-library, в RCI или в других, не знаю, в гугл, как часто на вас ссылаются. Уровень экспертизы авторов и членов редколлегии. Сколько работ цитируется, сколько не цитируется. Знаете ли вы это? Опять-таки, даже несмотря на то, что журнал еще не индексируется в скопусе, вы сегодня можете проверить, насколько ваш журнал часто упоминается в этой огромной системе. И вот на примере даже журнала «Русистика» вы увидели, что, к сожалению, журнал, скажем так, даже по этой системе, несмотря на долгие годы издания, плохо цитируется учеными. Это, скажем так, это вот тоже вопрос на рассмотрение и для разработки некой стратегии для улучшения цитирования, собственно говоря, продвижения журнала. Метрики. Журнальные метрики. О них мы говорили в группе журналов, которые уже индексируются в скопусе. Но вот я, поскольку вот такие хорошие новости сподвигли меня включить этот слайд и вашу группу. Кто знает, может все эти журналы, или точнее представители которых сегодня присутствуют на этом мероприятии, на этой встрече, перейдут точно так же, как и журнал «Русистика» в третью группу, и для которых вопрос о метриках будет актуальным. Итак, метрики, журнальные метрики, квартили. Очень часто спрашивают, ой, в каком квартире мой журнал, как нам повысится. Нужно вообще понимать, как строятся эти квартили. Квартили – это четверть. Четверть чего-то. В данном случае, если в нашем понимании, как мы используем квартили, Q1, Q2 и так далее, это квартили по журнальным метрикам. То есть, я могу сказать, что на данных скопуса рассчитываются три журнальные метрики. Сайт-скор, методология которого, расчеты которого поменялось в этом году. Метрика Source Normalist Impact Paper и Symako Journal Rank. Рассчитываются метрики один раз в год. В июне, в основном, в мае и в июне, в середине года, когда контент за предыдущие годы уже практически полностью проиндексирован в базе данных. И в чем отличие этих метриков? У каждой из них своя методика расчета. И так как я уже сказала, все метрики рассчитываются в середине года. И, как вы видите, в этом году были рассчитаны метрики, которые имеют обозначение 2019. То есть, в середине 2020 года рассчитались метрики 2019 года. Что это значит? Это значит, взяли контент для, например, сайт-скор за четыре предыдущих года. 19, 18, 17, 16. И числитель. Числитель. Это число цитирований с 16 по 19 год на статьи журнала опубликованного, на статьи журнала опубликованных, да, на статьи опубликованных, извините, уже заговариваюсь, в период с 16 по 19 год в этом журнале. То есть, это среднее цитирование за четыре года. Это метрика сайт-скор. Напомню, рассчитывается раз в год в середине года. И, несмотря на то, что, кстати, в самом скопусе вы можете увидеть так называемый сайт-скор-трекер, да, текущий показатель для отслеживания, скажем так, вашего движения по текущим данным, чтобы понимать, какой у вас будет показатель в следующем году. Сайт-скор-трекер обновляется, уже использует данные 2020 года, и обновляется раз в месяц где-то. Метрики Source Normalist Impact Paper и Simaga Journal Rank. Две метрики, значит, такие альтернативные, я бы сказала, но уже хорошо известны, больше всего известны, наверное, SGR. Почему? Потому что у них, на самом деле, они молодцы, сделали классный сайт, где очень легко и понятно можно найти квартир журнала по SGR, по этой метрике. Тоже рассчитывается на данных с кокус, но используют трехлетний период. То есть, и в отличие от сайт-скор, берут цитирование одного года, то есть ссылки сделаны, например, только в 2019 году, на статьи журнала, опубликованные за три предыдущих года. 19-й, точнее, 18-й, 17-й, по-моему, и 16-й. То есть три предыдущих года. Вру, 19-й, 18-й и 17-й. Плюс SGR ставит границу на самоцитирование, не более 33% самоцитирования журнала. И ссылкой, скажем так, вес ссылки еще зависит от источника, из которого она сделана. Если ссылается на ваш журнал из более рейтингового источника в данной предметной области, то вес этой ссылки увеличивается. Если изменение рейтингового источника, то вес ссылки уменьшается. СНИП, СОРСНОМАНСТИМПАКПП, по те из вас, кто уже знакомился с документами, с предварительными документами программы, новой программы ПСАУ, это программа стратегического академического лидерства, то там, наверное, вы заметили метрику, которая называется СНИП. По своему названию понятно, что она нормализована. Нормализована по предметной области. Разработчики, кстати, Международный институт изучения науки и технологий при Лидинском университете. Смысл в том, что, в принципе, то же самое, что СЖР, то есть делим число ссылок, сделанных в определенный год на документы, журналы, опубликованные за три предыдущие года, но еще и далее этот показатель делится на коэффициент потенциального цитирования. То есть каждой предметной области рассчитывают этот коэффициент. Понятно, что разные области ведут себя по-разному. В математике число авторов одной статьи меньше, списки предстатейной литературы меньше, как и в гуманитарных науках. Нужно дольше времени, чтобы процитировать. Поэтому, скажем так, это более медленно развивающиеся с точки зрения цитирования области, чем, например, биомолекуляции какие-нибудь науки. Вот таким образом, используя вот эту нормализованную цитирование, коэффициент нормализованного цитирования, скажем так, показатель СНИП уравновешивается. То есть у рейтингового журнала по математике будет практически тот же СНИП, что и у рейтингового журнала по биомолекулярной, например, биологии какой-нибудь. Итак, все три метрики. Вот их рассчитывают один раз в год, а дальше журналы ранжуют предмет. Ну, поскольку здесь только одна метрика нормализованная, сортного мастера, гимн, по пейпу, поэтому здесь нет ранжирования по предметным областям. Аранжирование, как бы, всех журналов идет от увеличения до уменьшения, побывающей. Сайт Скор в каждой предметной области ранжируются журналы, и СЖР в каждой предметной области ранжируются журналы от самого высокого показателя СЖР до самого низкого. Так, у нас кто-то... Сейчас посмотрю, включим звук. Немножко шумно. Выключила. И что такое, соответственно, дальше после ранжирования делится на четверти, да, вот эти списки. И таким образом мы понимаем, какой журнал попадает в Q1, Q2, Q3, Q4. Квартили по CIMAGO Journal Rank можно посмотреть на сайте CIMAGO. Квартили по сайте Скор можно на страничке журнала посмотреть или выгрузить список. СНИП квартили можно посмотреть в Сайвал. На самом деле в Сайвал можно посмотреть все квартили, в какую квартиль попадает тот или иной журнал, и по СНИПу, и по СЖР, и по сайте Скор. Ну, давайте дальше перейдем. далее вы знаете что мы журналы ставим на переоценку и одна из причин постановки на переоценку это плохие показатели по метрикам так вот если мы видим что по сравнению с данной предметной областью со средними значениями по предметной области журнал ухудшается то есть например самоцитирование превышает в два раза самоцитирование чем среднее самоцитирование по предметной области или цитируемость наполовину меньше журнала чем в среднем по предметной области или сайт скор меньше у журнала чем в среднем по предметной области и так далее то есть количество Это статьи по тематике, если в данном случае имеется в виду, меньше, чем на половину, чем в предметной области. Восстребованность самих полных текстов, тоже чтение, говорит о не очень, скажем так, высоком интересе к этому журналу. Так вот, если журнал, эти метрики мы рассчитываем раз тоже пока в год, хотя, может быть, будем делать это чаще, но пока что это делается в апреле. И если по этим данным журнал проваливает, вот здесь их раз, два, три, четыре, пять, шесть метрик, если по пяти проваливается, по любым пяти из этих шести, то журнал попадает на переоценку. То есть журнал должен, скажем так, ну даже пост должен следить за трендами, за показателем, среди показателями по предметной области, чтобы не выпасть из этой обоймы. И опять-таки тот самый вопрос, который с самого начала задаю, знаете ли вы, кто является, кто входит в вашу референсную группу, да, какие статьи принимаются, какова читательская аудитория, еще раз, являетесь вы частью крупного издательства, в данном случае РУДЭ, да, или вы отдельно стоящий журнал. У вас журнал распространяется по открытому доступу или по подписке, каким предметным областям вы заявились, да, по каким, кто входит в эти предметные области и так далее. Как можно привлечь сильных авторов в ваш журнал? Ну как бы для маленьких журналов, например, это перевод на крупную научную платформу может быть одним из выходов, да, там, где он становится частью большого, уже видимых, да, хорошо известных журналов. И таким образом его могут найти. Перевод журнала в открытый доступ может способствовать более широкому, скажем так, повышению, да, интереса среди читателей. Хотя у вас, мне кажется, первый пункт к вам может не относиться, второй, увы, и так, практически все журналы открытого доступа. Конкретизация рассматриваемой области, то есть вот заявление большое, например, там, медицина журнал, там, РУДН, медицина. Это, ну, довольно-таки широкая тематика, и даже мы, кстати, с вами говорили, помните, по оба, ну, это журналы, которые готовятся только по праву, да, вот, Journal of Law. Главное, вот для таких журналов, которые довольно-таки сразу заявляют широкую тему, хотя бы в описании, да, скоуп, целях и задачах журнала описать, какие именно темы вы рассматриваете, как вы ими можете дополнить уже существующий контент, как он вписывается в этот контент, который уже на международном уровне широко индексируется. Сотрудничество с профильной научной ассоциацией. Знаете ли вы, есть ли по вашей тематике какая-то международная ассоциация? Знакомы ли вы с ними? Знакомы ли вы с ведущими специалистами по вашей тематике, с профессорами? Даже если они не печатаются, но, может быть, имеет смысл им выслать, скажем так, представиться и выслать ссылочку на свежие выпуски контента, обратив внимание на те статьи, которые, скажем так, соприкасаются или перекликаются с темой, которой занимаются эти ведущие специалисты. Ну, вот второй вопрос технический, да, про сайт. Он, наверное, к вам не относится, потому что все-таки у вас сайты журналов довольно-таки хорошо разработаны. Единственное, что, конечно, нужно следить за тем, чтобы все ссылки на сайте работали. Не было у нас такого, что где-то кликнул и ничего не появляется. Поэтому за этим обязательно следите. По статейной публикации, да, один из способов, используете вы ее или нет. Или вы сразу публикуете портфель выпуска, или придерживаетесь, или вы подумаете над тем, чтобы перейти, скажем так, к ускорению, да, этого процесса. И если вы еще публикуете печатную версию, которая может быть опубликована только когда все сверстанно, то онлайн-версия может быть, скажем так, опубликована по мере накопления, да. И верстание еще, там, печатной версии. ДОИ тоже помогает быстрейшей идентификации и возможности не потерять ссылки. Ну и, конечно же, скажем так, профессиональный подход к процессу. Повторюсь, никто не спрашивает, мы задавали вопрос, издательский отдел, да, да, какие требования к нему. Никто не требует, скажем так, корочек о профессиональном образовании, кто верстает в ваши журналы. Но четкость, отсутствие ошибок, это уже говорит в том числе о профессионализме. Как можно еще привлечь авторов? Помните, что рассылки уже давно не работают. Используйте действительно свой собственный потенциал. Посмотрите, были ли в числе ваших авторов высокосуществируемые ученые или тематики. Повторюсь, возможно, кто-то это уже слышал. Члены РИД коллегии, РИД совета – это ваша действенная сила, через которых вы можете привлечь новых ученых, новых авторов, студентов, которые читают ваш журнал, ваши публикации и, возможно, в будущем процитируют его и сами захотят опубликоваться в нем. Институт рецензирования, который нужно поддерживать, освежать, как и, скажем так, тематику журнала, как и РИД коллегию. Но вот, наверное, институт рецензирования, он такой самый освежающийся должен быть. Обратите внимание на приглашение к рецензированию. Вполне возможно, что ученые, опять-таки, те же базы данных, которые есть у вас в доступе, и скопусы, и вебовсайенс, и инст, могут, представляют огромное количество выбора. По этим словам вы находите ученых, находите информацию о них, если, скажем так, он подходит, отправляете письмо, приглашение прорецензировать. Кто знает, может быть, после рецензирования этот человек обратит внимание или посоветует своим коллегам обратить внимание на ваш журнал и станет в том числе и вашим автором. Фиксирование факта рецензирования в специальных и специализированных ресурсах. Они есть, вы о них знаете. Поддерживайте своих рецензентов, поощряйте их. Опять-таки, сегодня он рецензент, завтра он автор, а послезавтра он приведет еще троих авторов в ваш журнал или читателей, которые потом впоследствии процитируют вашу работу. Как можно улучшить процесс рецензирования в вашем журнале? Итак, рост качества публикуемых статей. В данном случае мы говорим о том, что рецензентов тоже нужно обучать, и до них тоже нужно доносить информацию, что вы от них ожидаете. Таким образом, обеспечив их рекомендациями по рецензированию и на самом деле обеспечив каждую статью рецензированием от двух независимых экспертов. Далее, повышение доверия к журналу. Это размещение подробной информации о процессе рецензирования, о роли рецензентов, о отсутствии возможных, скажем так, пояснений всех моментов, связанных с процессом рецензирования. И очень здорово, что у вас могу сказать, что на сайте, на ваших сайтах, которые я видела, действительно, эта информация подробно описана. Третье, расширение читательской аудитории. Это то, что я уже проговорила, привлечение новых рецензентов к процессу рецензирования, их поддержка, ознакомление и некое поощрение. Привлечение потенциальных авторов. Это обращение к ученому как рецензенту, повышает его осведомленность о вашем журнале, его целях, задачах. И, как мы уже говорили, многие рецензенты последние, впоследствии могут стать и вашими авторами. Итак, как можно это все использовать на практике? В первую очередь, как я уже говорила, это использование самих баз данных для этой работы. Ключевые слова и поиск. Итак, выбираете поле поиска. Что такое поле поиска? Поле поиска – это раздел статьи, по которому система будет вести поиск. Понятно, что название статьи, краткое описание, ключевые слова. Система будет вести поиск именно в этих разделах. Выбираем авторы, значит, система будет вести поиск среди авторов. А вот термины поисковые – это вот что именно будет искать система выбранных вами поисковых полях. Ну вот и несколько слов о принципах поиска. Конечно, чем точнее фраза, тем меньше результатов вы найдете, но зато тем более точно они будут отражать искомую тематику или удовлетворять ваш поисковый запрос или ваш интерес. И если вы ищете фразу, то есть несколько вариантов поиска фразы. Вот обратите внимание, пример. Поле поиска – title, abstract, keywords, то есть поиск по заглавию, аннотации, ключевые слова. Дальше круглая скобка. Это обозначение, что внутри круглой скобки вы указываете, что вы именно ищете в этих полях. И далее указано в кавычках двойных – сердечный приступ. В данном случае система найдет все документы, где оба этих термина появляются как в заглавии, так и в аннотации или ключевых словах. Если вы не возьмете в двойные кавычки, то система найдет статьи, где встречается и каждая из этих слов в заглавии, в аннотации или ключевых словах, и в месте, где они встречаются. При этом пунктуация в таком случае будет игнорироваться. То есть вот этот дефис система проигнорирует и выдаст результаты как будто без указания дефиса. При этом звездочка – это усечение символа и такой нестрогий поисковый запрос. То есть система найдет вот эти два термина, которые внутри кавычек, но с разным окончанием написания может подобрать. То есть вы видите пример. При этом, если вы ищете один только термин, то будут найдены варианты во множественном и в единственном числе. И могут еще быть… ну нет, синонимы не могут быть найдены. Но если есть варианты правописания, утвержденные, то они могут быть найдены. Если вы ищете, скажем так, точную фразу с четким указанием, ну как бы вам нужно определенно, чтобы был порядок терминов расположения их, в этом случае тогда берите эту фразу в фигурные скобки, вот как ниже – oyster, toadfish. При этом стоп-слова, что значит стоп-слова? Это слова – это предлоги, да, там – at, on, off и тому подобное. Они будут… в первом случае они будут игнорироваться, а в случае, когда вы их используете в круглых кавычках, они будут учтены. То есть, по сути дела, круглые вот эти скобки – это поиск точной фразы именно в том правописании, которое вы указали. И вот один из примеров как раз то самое heart attack с defice. В первом случае, если вы возьмете уже heart attack в фигурные скобки, то система найдет статьи, где указано именно это словосочетание именно с defice. А вот уже… то есть, и это будут совсем другие результаты, чем при поиске в фигурных скобках двух просто слов heart attack. То есть, это будут совершенно разные результаты. Итак, использование знака вопроса – это замена одного символа, вы видите пример. Звездочка – это усечение термина, причем звездочку можно использовать в начале слова, в середине и в конце. То есть, система подберет термин, точнее, система подберет все возможные варианты написания этого термина в документах, в своих. Операторы, которые используются между терминами. And, or, and not. And – это значит соблюдение двух условий, то есть нам нужно, например, lesson and pancreatic. И в данном случае система найдет и первый термин, и второй, точнее, статьи с… извините, с указанием обоих терминов. Or – это значит или, and not – это исключение последнего термина. И чаще всего, если вам нужно что-то исключить, используйте and not в самом конце. Итак, проведя поиск, что вы увидите? Во-первых, вы увидите список статей, вы можете их расположить по убыванию цитирования, то есть увидеть самые цитируемые работы. Опять-таки, знаете ли вы об этих работах, знаете ли вы авторов этих работ. В разделе авторов вы увидите людей, которые пишут на эту тематику. Чем не список, потенциальный список рецензентов, да, для обращения. Один клик на статью, и в статье сейчас чаще всего по всем авторам указана информация для контактов. Имеется в виду почта электронная. Мы где-то собираем из нее, это сами авторы предоставляют. Далее, с точки зрения референсной группы, вы тут же можете увидеть и журналы, которые публикуются по этой тематике. Знаете ли вы их, знаете ли вы их показатели, хотели бы вы быть похожими на них. И хотели бы вы, скажем так, переманить авторов этих журналов. То есть вот поисковый запрос, который поможет вам сориентироваться и с точки зрения экспертов и будущих рецензентов, и референсной группы журналов, на которые следует обращать внимание, и топовых статей и авторов этих статей, которые нужно держать на примете. Ну вот, вернусь назад, поскольку вот это поле, да, уточнить результаты с левой стороны, каждый раздел его можно раскрыть, и обычная система раскрывает там некий, ну автоматический некий определенный объем, но тем не менее до 160 результатов можно посмотреть, кликнув на ссылочку «Посмотреть все». То есть вот такую информацию, при этом что-то ненужное можно исключить, то есть вы выбираете, нажимаете «Exclude» или наоборот, что-то интересное более детально посмотреть. Вы можете для этого выбрать интересующий, в данном случае, контент-журнал и нажать «Limit2», то есть ограничить. Далее, с точки зрения выбора референсной группы и предметной области, поскольку вы уже подали заявку, вы четко и уверенно помните, в какие предметные области вы подавались, и вы помните, что это должна была быть выборка до четырех предметных областей. Вы должны, вот как отче наш, извините за такую фразу, знать коды ваших предметных областей, потому что дальше, если вы уже действительно, скажем так, планируете развивать свой журнал, вам постоянно надо будет оперировать этими кодами. Напомню, где их можно найти. Вот по ссылочке этой загрузите файл всех журналов, индексируемых в скопусе, и в закладке ASGC Classification Codes, это Excel-файл, последняя закладка, вы найдете список всех кодов. Это журнальный классификатор скопуса. При этом по этим кодам их можно использовать в том числе и для поиска. Ну вот здесь же приведен пример, расширенный поиск, когда мы помимо поиска, в данном случае по заглавию, по аннотации, ключевым словам термина «биткоины» или «биткоины», еще и ограничиваем предметную область 2.0.0.3. Это, по-моему, связано что-то с финансами. То есть мы ищем публикации со термином «биткоины», документы опубликованы в журналах, относящихся к предметной области финансов. Мы с вами получим этот список публикаций, авторов, самоцитируемые статьи и, соответственно, журнал, который публикуют по этой тематике. Опять-таки, актуальная тема или нет, можно будет посмотреть. Кроме того, вот уже это доступно совершенно всем. Как можно еще посмотреть список или ознакомиться со списком журналов, входящих в предметную область? Выйти просто на скопус.ком, в раздел «Источники», выбрать «Отрасль знаний» с левой стороны и уже далее из выпадающего меню выбрать те предметные области, которые вы, например, для себя обозначили, как области, по которым соответствует ваш журнал. И вам выпадет весь список журналов по выбранным предметным областям. Можете использовать вот с левой стороны фильтр «Квартили», то есть выбрать первый «Квартили», второй, третий или четвертый, посмотреть, на какие журналы, наверное, интересно будет посмотреть, на журнал третьего «Квартили» или второго «Квартили», что это за журналы, насколько они, скажем так, даже по названию далеки или близки к вашему журналу. Еще один инструмент – это «Сайвал». И рассказ о «Сайвале», поскольку он у вас есть в доступе, действительно очень такой интересный инструмент с точки зрения использования топиков. И вообще, что это такое? Во-первых, на уровне автора вы уже можете увидеть вот эту ссылочку, точнее, вот эту закладку «Топики» или «Темы». То есть это профиль автора. Кстати, на сегодняшний день уже немножко устаревшая картинка, и вот не имеет значения. Нас интересует закладка «Темы», «Тематики» или «Топики». И здесь вы видите некие темы, где три основных ключевых фразы используются в названии этой тематики, количество публикаций автора, всего документов по миру по этой тематике, взвешенный показатель цитируемости, нормализованный, и актуальность. Здесь еще написано «Мировое влияние», но сейчас это уже называется «Актуальность тематики». Кликнув на этот топик, вы увидите самые влиятельные работы, облако тегов, да, или ключевых фраз, и самых активных авторов по этой тематике. Опять-таки, чем не список потенциальных рецензентов и авторов по тематике? Вообще, что это за топики? Что из себя представляет? Ну, про Сайвал рассказывать не буду, сразу, наверное, перейду к тематикам. По тематикам у нас выделена прям отдельная такая закладка или уровень, и вообще, как эти тематики были сформированы. Не нами, а на самом деле такой научно интересной группой. На самом деле они просто сделали картирование науки. То есть это тематики, это, я бы сказала, постатейная классификация. Что делали? Взяли все статьи из скопуса, по-моему, начиная с 12-го, нет, с 96-го по 12-й, что ли, год, и проанализировали списки пристатейной литературы, кто на что ссылается, и рассчитали связи, да, статей между собой, то есть кто на кого ссылается, и насколько часто, и так далее, и сгруппировали статьи, исходя из, скажем так, этих связей, в темы. При этом пересчитывали эти связи и кросс-ссылки, да, там друг на друга по нескольку раз, для того, чтобы в одной теме связи эти росли, а между тематиками связи ослабевали. И в результате, да, вот 91-й был раунд, сделан на данных с 96-го по 12-й год, в результате было, видите, сколько тут пар связей, smart, local, moving, алгоритм использовался, то есть это довольно-таки серьезные такие вещи, высокотехнологичные, да, они не просто 1, 2, 3, 4. И было сформировано около 96-ти научных тем, даже не кластеров, а научных тем. Чтобы вас не путать, потому что кластеры потом 96 тысяч тем, их объединили как раз в кластеры потом. При этом оставшиеся работы, да, там с 12-й год, 13-й по 17-й год, их уже было легче просто, скажем так, распределить, да, поскольку все-таки статьи на что-то ссылаются, и опять-таки на основе анализа этих ссылок работы были, попадали в ту или иную тематику. При этом это оказалось довольно-таки устойчивая модель, то есть вы видите вот с правой стороны такое визуальное, да, отображение карты науки, цветами отображаются предметные области, красные точно помню, это медицина, вот эти фиолетовые, синие, по-моему, даже не знаю, как бирюзовый, что ли, цвет яркий, это инженерные науки. То есть на самом деле как бы вот можно понять, да, где сформирована научная мировая мысль, и как она движется, да, и как она междисциплинируется, я бы сказала. При этом хорошо то, что нет необходимости выстраивания пересчета, да, этой модели каждый год, потому что статьи опубликованы, зафиксированы ссылки, это некая стабильная информация. Единственное, что новые статьи нужно четко распределять по этим областям. При этом бывают случаи, когда внутри одной тематики, точнее от одной тематики может отпочковаться новая тема. То есть некий происходит прирост, да, нового материала, и переходит какое-то пороговое значение, когда уже тема из некого набора статей может стать самостоятельной. Причем каждый год таких тематик появляется до 20 штук. То есть не так много. То есть действительно устойчивая модель. Далее. Ну хорошо, рассчитали тематики, распределили. А как их между собой отличать? И на самом деле перебирали несколько метриков, точнее несколько, а довольно-таки много метриков. И количество авторов, и соавторов, и количество ссылок, нормализованных, ненормализованных, и так далее. Но посмотрели и остановились на трех параметрах. Количество ссылок в году n на статью, опубликованную в году n и n-1, то есть за два последних года количество ссылок. Точнее, количество ссылок в определенном году на статьи за два последних года на статьи в данной тематике. Количество просмотров в скопусе, то есть это когда люди открывают из поиска, открывают, ну, из найденных результатов, переходят на аннотацию, на просмотр статьи или кликают на полный текст. За два последних года на работы, скажем так, в этой тематике. И средний сайт скорб для статей, опубликованных в журналах за определенный год. Что такое сайт скорб вы уже знаете. И оказалось, что эти три показателя больше всего, скажем так, влияют на, сейчас скажу, потом сравнили с финансированием, на окончательный результат. И внизу вы видите формулу, которую вывели. Ее назвали prominence. Ну, prominence в переводе, да, выдающность. Prominent author, да, выдающийся автор. Но мы в нашем значении все-таки назвали в русском варианте это актуальность. То есть актуальность, с точки зрения, если мы видим, да, за два последних года там и цитирование, и просмотры, и самый свежий сайт скорб смотрит, все-таки это говорит, это характеристики свежести, да, к чему, к какому топику сегодня прикомван взгляд ученых с точки зрения чтения, с точки зрения публикаций, с точки зрения ссылок на материалы. Как я уже сказала, чуть ниже вы видите формулу, причем у каждого из этих параметров имеет разный вес, разное значение. Опять-таки, самое большое это количество ссылок, чуть поменьше это просмотр, и чуть поменьше это сайт скорб. Далее попытались эти тематики, ну, как-то скоррелировать, попробовать с отнести, с финансировать. На самом деле, это конечная цель, и проблема это кого поддерживать, какие тематики. И оказалось, что сравнили с самой большой базой, на самом деле, есть база такая, Star Metrics, где учитываются гранты, по-моему, NSF и National Institute of Health, это два самых таких крупных грантодающих, крупных грантодающих организаций в мире. И удалось идентифицировать, да, вы видите, 364 гранта, и по тематикам скоррелировались с 314 тысячами грантов. То есть, на самом деле, по тематикам они совпали. Топики и тематики гранта. И, соответственно, поняли, да, какие суммы были выделены. И оказалось, что высокое финансирование получает как раз гранты или темы, по которым высокий вот этот процент prominence, да, высокий процент актуальности. То есть, там даже по-другому было, ну, чуть-чуть по-другому сформулировано. Сумма гранта на одного автора выше для тем с высокой проминентностью. То есть, опять-таки, ну, вот здесь, что первично, яйцо или курица, то есть, то ли выделяют финансирование на актуальную тематику, на такую популярную звучащую тематику, то ли наоборот, то ли пишут и занимаются исследованиями, как раз по которым выделяют большие деньги. Вот, это уже другой вопрос, но, тем не менее, корреляция была видна. Вот один из примеров. Итак, каждая публикация попадает только в один топик, в отличие, кстати, от публикации в журнале. Публикация в журнале может попасть в разные предметные области, да, в соответствии с которыми журнал себя заявил. А вот каждая публикация, если мы говорим про топики, может попасть только в один топик. И здесь вы видите доля, да, например, России и других стран в топ-1 проценте самых актуальных тем. То есть мы взяли вот этот самые сливки, топ самых актуальных тематик, проминентных, да. Кстати, самая проминентная тематика, это связано с титонантом кальция, имеющим свойство лучше, чем кремний, да, связанное с литиевыми там батареями, хранением энергии и так далее. Ну вот, скажем так, Китай, у них где-то 25 процентов. Тематик, в который попадают их публикации, это как раз входит в топ-1 процент. США 18, Индия 6,6, Германия 6,7, Великобритания 5,8, Япония 5,2. Средняя доля публикаций по вот топ-1 самых актуальных тем, Россия, это 2,6%. Ну вот, как это еще выглядит в скопусе вообще на деле, как это может быть применимо к нашей работе. Опять-таки, нашли самую цитируемую работу по своей тематике, да, которую вы смотрите. Смотрите, в какую актуальную тематику попадает. Дальше вы можете вот отсюда перейти, кликнув, найти, да, на название топика, выйти на список самых репрезентативных документов этой тематики, посмотреть облако тегов, которое может быть и облаком ключевых слов, но это не облако ключевых слов, облако тегов, в данном случае даже keyphrases их называют, ключевых фраз, оно строится путем марин, как раз тематической обработки текстов и соотнесения с тематическими словарями. То есть здесь могут быть как раз и синонимы. И вопрос, да, насколько часто вы используете именно эти фразы, а не те, которые, ну, они синонимы. И люди, да, люди, которые драйвят, да, эту тематику. Авторы среди них есть вашего журнала или нет? Рецензенты есть или нет? Рассмотрите возможность, скажем так, профили этих авторов и, может быть, пригласите кого-то из них в качестве рецензента. Итак, как провести поиск по тематикам в Сайвале? Если мы проводим поиск в Скопусе, то это поиск вы находите документы, здесь вы уже находите топики, да, их можете оценить по показателям. Итак, в Сайвале, кстати, обращаю ваше внимание, для работы с Сайвалом нужно будет обязательно логин и пароль. Если у вас уже есть логин и пароль для работы со Скопусом, используйте их. В принципе, университет у вас подключен к Сайвалу, все четыре модуля у вас есть в наличии, Overview, Benchmarking, Collaboration, Trends, но сейчас я хочу просто остановиться на поиске по топикам. Итак, или в модуле Overview, или в модуле Trends открываете уровень научных тематик и кластеров. Кластеры, кстати, это более укрупненные темы, 96 тысяч тематик, 1500 кластеров. Итак, открываете уровень, сейчас верну мышку, вот этот кружочек с точечкой, и здесь у вас появляется поисковое окно, где вы в качестве даже можете использовать поисковый термин, ну, например, водорода. Прямо фразу можете использовать. И у вас прям выпадет подсказка, какие есть кластеры или тематики с этим термином. Вот выбираете, можете посмотреть, самый первый будет, самый крупный, можете еще дополнительно что-то добавить. И уже, или сразу несколько выбрать. Это вот будет из выпадающего меню. Прямо как только начнете набивать, система вам уже тут же будет давать подсказку, что очень хорошо. Итак, вот выбрали большой кластер, то есть в нем входит несколько, то есть смотрите, если будет кружочек такой более полый, не закрашенный черным, это значит тематика. Если кружочек закрашенным черным с тремя точками, это кластер. То есть в кластере входит несколько тематик. Кластер это крупненная тема. Итак, выбираете интересующую вас и в модуле Trends вы уже видите динамику публикационную по этой тематике, Field-Aided Citation Impact, променетность этого кластера, а в разделе топики, вот прямо здесь чуть выше, топики, вы можете увидеть, какие топики внутри этого кластера, какие из них самые променетные, и какие нет. На самом деле топик это же объединение темы, точнее объединение публикации. Таким образом вы можете выбрать конгломерат какой-то публикации, набор публикаций, самые топовые, самые высокопроменентные. Соответственно, дальше посмотреть авторов, ключевые фразы и журналы, и людей, и это использовать в своей работе. Ну вот пример, здесь мы смотрим по всему кластеру, например, по организациям, кто вносит вклад, ну вот список есть со всеми показателями и этих публикаций. Field-weighted citation impact, citation count и так далее. Ну, наверное, интересно сразу посмотреть авторов, да, список авторов, их места работы, количество публикаций, входящих именно в этот, в этот кластер. и можем, кстати, здесь можно еще выбрать не citation count, например, H-индекс. Вот хотите вы автора с самым высоким H-индексом, выбирайте. Хотите автора с самым высоким field-weighted citation impact, да, нормализованным сетером, вы сортируете по этой метрике. Хотите автора, который публикуется только в Q1 журналах, выбирайте тогда publication in top 25 journals percentile. то есть вы сами выбираете метрики, на которые, ну, на которые вы ориентируетесь, и на самом деле вы таким образом в какой-то степени прогнозируете, чего вы хотите, да, для своего журнала собственного. Ну, и в разделе, например, сейчас, в разделе source, scopus sources вы увидите список журналов, в которых публикуются статьи, попадающие именно в этот большой кластер. Если вот кластеры и эти тематики для вас слишком много, ну, скажем так, они все-таки не отражают специфику, опять-таки, вы можете на подобии поиска в скопусе использовать те самые ключевые слова. Для этого в том же сайвале, можно, опять-таки, или в overview, или в trends, лучше всего сразу в trends это делать модули, то есть открываете модуль trends, опять выходите, точнее, не опять, а уже в данном случае вы выходите на уровень research areas, это предметные области, и здесь открываете и выбираете define a new research area. Дальше система вас перебросит на один из вот этих окошек. Первое окошко, когда вы сами составляете поисковый запрос и рядом вы видите пример, опять-таки, те же самые булевские операторы, но немножко по-другому здесь поисковый запрос строится, например, в отличие от скопуса двойные кавычки обозначают поиск точной фразы, а в скопусе помните это фигурные скобки. И вот здесь самый, наверное, лучший пример, вот самый последний, в круглых скобках speech or voice and recognition, то есть система будет вести поиск по статьям из скопуса, хотя мы их сайвали с вами, где в статьях встречается, причем здесь уже даже нет возможности выбрать поле в отличие от скопуса, здесь система сразу будет вести поиск по заглавию, по аннотации и по ключевым словам. И вот по этому поисковому запросу speech or voice система and recognition, система найдет статьи, где встречаются термины speech и recognition или voice и recognition. То есть вот там, где стоит or, это один из, а там, где стоит and, это значит обязательно. то есть обязательно будет одно из, один из терминов speech или voice и обязательно будет recognition. Причем, если вас не устраивает вот такая форма, когда вы сами должны думать, да, как составить поисковый запрос, вы можете, вот, вы видите, use the search query fields, использовать, да, поля поисковые. Можете переключиться на другую форму и тогда вы увидите вот форму, которая справа, где вы указываете, какие слова должны быть обязательные, какие должны быть слова, не обязательно имеется в виду или, или, и каких слов не должно быть. Ну, вот, как говорится, здесь, как вам хочется. Ну, вот, я использовала пример, опять-таки, хранение водорода или, да, даже фразы, или, в данном случае, водородное хранение или хранение водорода и обязательно safety, слово. то есть система нашла статьи, где встречается фраза или водородное хранение или хранение водорода и с каждой из этих фраз еще было слово safety, безопасность. И нажимаю поиск. Система нашла результаты, мы видим, что это было, да, 558 результатов, кстати, по умолчанию система показывает результаты за последние пять лет. Вы можете убрать эту галочку, как бы, убрать это ограничение и тогда система вам выдаст результаты с 96-го года по текущий момент. Представленные здесь предметной области в дополнение к вам, если система нашла очень много результатов, например, там, больше 100 тысяч, она, кстати, не сможет, да, вытащить сразу этот набор публикаций, да, он вам и не нужен в 100 тысяч, тогда ограничите там последние пять лет или предметной областью конкретной. В этом случае вы просто выбираете нужную предметную область и нажимаете или Limit to, или Exclude, то есть или исключить, или ограничить. И следующий шаг. Дальше даете название этой выборки. То есть что делает система? Она по вашему поисковому запросу из копуса вытаскивает публикации в Сайвал и формирует из них вашу уникальную набор публикаций по нужной вам тематике. И сохраняете, завершаете и сохраняете. И уже здесь, опять-таки, в уровне предметных областей вы видите под тем названием, которое вы сами дали, данные по публикациям, входящих в эту предметную область. Динамику публикации, Field-Weighted Citation Impact, обратите внимание, уже меньше, точнее, больше единицы, международное сотрудничество. И дальше мы усмотрим, например, и облако тегов, даже такие фрезы, те самые, которые могут нам подсказать дополнительные фразы, опять-таки, синонимы к тем фразам, которые используются у вас в журнале. Организации драйвера с возможными метриками для выбора список авторов, опять-таки, с возможными метриками для выборки, или это Field-Weighted Citation Impact, или H-Index можно выбрать. До четырех, сразу метрик можно выбирать. И, опять-таки, что это вам позволит? Это возможности, опять-таки, новых рецензентов, новых интересных тем, да, для, как бы, понимания, для отбора, для применения, для отбора вашего портфеля публикаций. Ну, а самое главное, это, конечно, как я уже сказала, рецензенты и, вполне возможно, будущие ваши авторы. Ну, вот, буквально еще пару слов. Задача управляющего, да, редактора, это выполнить, это контролировать выполнение дорожной карты развития журнала. И, как я уже говорила, помимо того, чтобы, ну, помимо того, что, скажем так, вот эта управляющая ячейка, да, она должна знать четко, сколько авторов на цену, ну, процентное соотношение географии, да, вашего журнала, авторов, должно четко еще знать, сколько у вас цитируемых, не цитируемых статей, какие журналы являются, точнее, какие статьи являются цитируемыми. Вот берите годовую выборку, там, за 12 последних месяцев, делайте такое, как бы, срезы, анализируйте, что происходит, что цитируется. На основе анализа цитируемости и скачиваемости вы можете, опять-таки, вычленить вот таким эмпирическим путем темы, которые в большей степени интересуют аудиторию. Что цитируют? Какого автора или тематику? Да, необходимо соблюдать баланс между публикациями разного типа. Ну, вот здесь написано, публикация большого числа обзоров в необзорном журнале негативно сказывается на его развитии. Ну, это на самом деле не совсем негативно, но может возникнуть вопрос. Если вы не журнал, который называется Review, то у вас и не должно быть много обзоров. Хотя обзоры, они, что такое обзор? Это некое подведение, да, итогов по тематике. И в дальнейшем как раз обзор очень долго цитируется. Поэтому здесь должен быть баланс. Используете ли вы новые типы публикаций, дата, например, публикаций, или используете ли вы видео, используете ли вы хайлайт для своих журналов, используете ли вы вот эти вот все новинки, которые уже сегодня применяются в журналах лидер. А для того, чтобы знать, скажем так, перенимать этот опыт, нужно знать, у кого его перенимать, как найти эти лучшие журналы. Вот, пожалуйста, сегодня я вам рассказала и по Скопусу, и по Сайвалу. Тем более, скажем так, концентрируясь именно на вашей тематике. Вы сами задаете свою тему. Стараться не принимать статьи, которые не соответствуют вашей тематике. Опять-таки, есть такой доступ, допуск, извините, небольшой процент публикаций, которые, ну, не совсем коррелируются. Тем не менее, старайтесь этого не перегибать, как говорится, палку с этим. Ну, и сотрудничество с авторитетными конференциями и с профессиональными ассоциациями или сообществами помогут вам в распространении информации о вашем журнале. Чем больше ваш журнал знает, чем больше его читает, тем больше шансов, что его процитируют. Ну, вот, дополнение, да, дополнительные инструменты продвижения, извините, это формирование партнерства с ведущими международными конференциями, создание специальных тематических выпусков, но не, тоже не переусердствуйте, ваш журнал не должен лопнуть, да, или там с вами special issues, это действительно должны быть, то есть это не увеличение количества статей или выпусков, а это некий выпуск журнал посвящен определенной тематике. Я помню, у вас был журнал, который, по-моему, или один, или два выпуска были посвящены международной интересной конференции, и практически все эти выпуски состояли из публикаций зарубежных авторов. Такое возможно. Продвижение новых выпусков, содержание в сети интернет, в соцсетях, продвижение в СМИ, сайт на английском, корректный, четкий, понятный, с работающими ссылками, это, скажем так, лицо и авторитет ваш, поэтому это все должно четко работать. качественное представление статьи на сайте тоже обязательно. Ну и дои, которые, как я уже говорила, помогают не потерять ссылки и, скажем так, довести ссылку до документа, на который ссылается, то есть до вашего сайта. Ну и еще пару полезных ссылок уже в дополнение. Напоминаю, наша русскоязычная страничка, ваш журнал, в Скопус, где вся информация по процессу подачи, по процессу переоценки, дополнительная информация о роли редактора и так далее. Списки журналов российских и всех журналов, которые индексируются в Скопусе, тоже на отдельной страничке, Скопус на русском языке. Есть у нас 11 видеороликов по использованию Скопуса. «Посмотрите», потому что, опять-таки, не уметь работать с инструментом, куда вы, или с базой данных, куда вы попадаете, который, по сути дела, является очень хорошим кладезем информации для вашей работы, но это не комильфо. Дополнительные курсы и материалы. Есть курс, как бы онлайн-курс «Инструменты Скопус», курс для администраторов. Курсы совершенно бесплатные с сертификатами. И, конечно, сайт «Андрей», где тоже очень много дополнительной полезной информации. Коллеги, да, я на этом заканчиваю. Есть ли у вас какие-то вопросы? Не вижу вопросов. Сейчас посмотрю. Нет, вопросов нету, не вижу. Тогда по окончании нашего мероприятия, я тогда, как обычно, вышлю Ольге, Евгений, Екатерине представленные сегодня материалы для ознакомления, чтобы они у вас были под рукой. Особого давашнего задания вам не даю, но по результатам предыдущей стратегии